Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего шестого сезона с модами Пиксельмон. Дождались! Сегодня выходные, ребята, сегодня суббота, суббота для меня как какой-то праздник, не может быть, но ребята, давайте, в принципе, в этой серии у нас не будет никакого развлечения, просто я хочу, просто я хочу и поговорить, и просто больше времени провести вместе, потому что, ну, не имею я сейчас желаний почему-то делать развлечения, я не знаю, ребята, в принципе, я думаю, ничего такого страшного нету. Перед тем, как начать, я в первую же очередь хотел бы вам сказать большое спасибо, потому что вчера я бросил вам некоторый такой вызов и сказал то, что если мы вчера на серии наберем 1200 лайков, то сегодня, то есть в субботу выйдет новая серия Пиксельмона, только необычная, она будет длиться 1 час, то есть выходные такие серии, если у нас получается набрать лайки, они будут длиться 1 час. И, ребята, спасибо вам большое, потому что мы даже не набрали 1200 лайков, мы набрали практически 1400 лайков, ребята, за это прям рассылывал бы вас всех, если бы мог, действительно, это очень круто и большое спасибо вам за это. Но не расслабляйтесь, не расслабляйтесь, вы не забывайте то, что сегодня у нас только суббота, а завтра у нас пятница, поэтому, ребята, до конца этой серии еще осталось 50, 59 минут, поэтому мы еще успеем и нагориться, и покемонов половить, и побегать, и все другое сделать. Поэтому, ребята, не расслабляйтесь, я опять вам бросаю вызов, и если на этой серии до конца субботы, точнее, этого дня мы наберем еще 1200 лайков, то завтра, в воскресенье, так же утром, как сегодня, выйдет еще одна новая серия Пиксельмон, то есть, можно сказать, 3 дня подряд будут новые серии Пиксельмон, офигеть, и 2 дня подряд они будут длиться целый час. Да, ребята, если мы сегодня наберем 1200 лайков на вот этой серии, то я вам даю свое слово Эдисон, Эдисона своим любимым подписчикам, то, что завтра, в воскресенье, утром, выйдет еще одна серия Пиксельмона, которая также будет длиться 1 час. Да, ребята, поэтому хотите ли вы это или нет? Посмотрим, кто кого, а? А? Кто кого? Мы лайки наберем, и серия не выйдет, то есть, вы меня, или все-таки лайки наберем, и серия выйдет, то есть, я вас зафигачу, а? Посмотрим, посмотрим, ребята. В принципе, перед тем, как вообще только начинать говорить о Пиксельмоне, у нас еще много времени впереди в этой серии, как я думаю, поэтому, ребята, также не забываем подписываться на мой канал, это, если честно, самое главное. Я очень рад, когда хотя бы даже один подписчик вступает в нашу большую березную серию, потому что каждый подписчик для меня очень сильно важен. Я очень сильно вас люблю, и также хочу надеяться, что вы мне тоже немножко хотя бы дадите свои любви, в смысле, как подписчикам, так же, как подписчики и мне. Да, ребята, это будет действительно очень круто, поэтому не стесняйтесь, это только одна секунда времени, что вам нужно нажать на одну кнопочку, чтобы на меня подписаться, а мне это будет нереально приятно. И, ребята, каждый подписчик для меня действительно друг, я действительно люблю, уважаю своих подписчиков, поэтому, если ты хочешь стать моим другом, все, что тебе нужно, это просто на меня подписаться, я буду очень сильно этому рад. Также не забываем оставлять комментарий под этим видео, ведь я отвечаю на ваши вопросы, так же с вами общаюсь, если не верите, то, в принципе, так же можете оставить свои комментарии под этим видео, и увидите то, что я на него отвечу, и так же с вами пообщаюсь. Да, ребята, а на этом мы полностью будем сейчас погружаться в Пиксельмон. Ребята, напишите в комментарии, устанете ли вы за 57 минут, которые нас ожидают в этой серии, потому что нас ждут еще 57 минут Пиксельмона, это дохрена, если честно, это очень как много, поэтому, ребята, не устанете ли вы целый час играть в Пиксельмон? Мне кажется, это офигеть как-то, я не знаю, лично я, когда целый час в Пиксельмон играю, я потом в конце так уставшую, что-то с ума может сойти. Я не знаю, ребята, вы не устанете, ну вот просто сейчас посидеть, подумайте, это вам нужно, целый час Пиксельмонов, я не знаю. В принципе, это реально немного не то. Ладно, в принципе, давайте вспомним, что нам нужно сделать для того, чтобы сразиться в этой серии с Мистем. Нам нужно еще одно, нет, еще один Глоустон. В принципе, мы можем или попробовать найти Пикачу, или и убить его, что, в принципе, я не знаю, можно попробовать, можно, я не знаю, на тот же остров, допустим, пойти. Ну или, 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 или сгонять в ад за одним, за одним, офигеть, это даже звучит кончено, сгонять в ад за один Глоустон. Да, это прям, это, это закон нафиг, как обычно, ну как может тебе не хватит, не хватить Глоустона только одну штучку, не 10, не 35, а именно одну. Это охренеть просто, честное слово, ребят, я не знаю, это, это бред какой-то. Честно, я не знаю, нужно, ребята, будет смотреть, потому что в этой серии я уже планирую, планирую хотя бы прокачать наших покемонов. Давайте-ка я еще немного, вот, 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 вот так опущу. Нужно хотя бы их уже прокачать, точнее, нам остался только Септил. А точнее, ему осталось 5 уровней, и после этого, после этого мы его прям накормим конфетами, до, до, прям, срачки-пердячки, пока он уже, пока он уже их просто-напросто не сможет в рот даже пихать, потому что конфетами мы тебя все-таки действительно накормим. И когда ты будешь сотым уровнем, ух, ухмистишь, Динос, ухмистишь, Динос, мы все-таки за тобой придем. Давайте, может, действительно отправимся хотя бы сейчас в лес, какой лес, нафиг, в зимний биом, потому что гавгонги тут есть, также пылесос, ребята, не расслабляйтесь, 5 уровней осталось, и мы уже идем. Я не знаю, в принципе, можно даже Пикачу попробовать найти, хрен его знает. Хрен его знает, что нам делать в этой серии, потому что за одним Голустоном в АТД идти... Ну, это бред, у меня жопа слишком тяжелая и слишком ленивая для того, чтобы идти в ад за одним Голустоном. Я понимаю, это у нас займет, может, 2 минуты. Ну, честно, ребята, я не знаю, я один такой ленивый или нет. Иногда мне жалко 30 секунд своего времени, чтобы пойти, я не знаю, в туалет или там пойти попить на кухню или что-то еще в этом роли, честное слово, ребята. Мне иногда даже так лень что-то сделать, что это с ума может сойти, а не то, что 2 минуты у себя отобрать, чтобы пойти в ады и добыть там один Голустон. Это слишком много времени займет, ребята, это прям потеря всей жизни, если мы 2 минуты прокакаем. Нет, лучше не нужно. Лучше давайте мы Дивгонгов поищем, а днем пойдем Пикачу поищем. И что сама суть, мы Пикачу будем искать в 3 раза больше, чем... Не нападай на меня, зараза, я сам на тебя нападу. Мы Пикачу будем искать... Ты прям уворотливый нафиг. Мы Пикачу будем в 3 раза... Нет, нет, ребята, я не это хотел показать, я вот так хотел показать. Мы Пикачу будем искать где-то 10 минут, чтобы выбить с него 1 Голустон, и то не так, что Голустон с него выпадет, чем пойти и убить. Точнее, не убить, а пойти и добыть 1 Голустон за 1 минуту. Я не знаю, честно. Посмотрим. О! Шайни. Ребят, нам нет... Он умирает, пускай умирает. Пока Шайни. Нам не было смысла его ловить, у нас уже есть Шайни Мамус Вайн. То есть, в чём прикол было его ловить? Ещё одного такого же покемона, как у нас был... Как у нас не был, а который у нас есть. То есть, большого смысла я не вижу. Эмполиоша. Эмполиоша. А, кстати, у нас Иви есть. Я вот почему-то сейчас столько вспомнил и, в принципе, вообще подумал о Иви. То, что у нас Иви валяется в компьютере. Может, она будет какой-то крутой для следующего покемона... Ну, не покемона, а гима. Потому что следующий гим, как я уже сказал, я планирую найти. Это гим Брока. Да, это каменный гим. Мне кажется, он всё-таки будет спаиваться где-то, допустим, в горах. Да, потому что всё-таки камень, горы с камня, капитаны очевидность и всякое такое. Посмотрим, посмотрим. Нам хотя бы ещё нужно Мисте убить, а потом уже думать, какой у нас будет следующий гим. Да. Офигеть, какой шестьдесят шестой уровень. Ещё одной шестёрки не хватает. И Септил бы всех тут порешал. Септайл. Шесть, шесть, шесть. Прям, я не знаю, Мисте бы только увидела. Нихрена себе, держи значок. Я сдаюсь, я сдаюсь, да. Ух, нужно было его вылечить, а то нету толковых умений. Да твою нафиг, иди ты в пень, Поке Хилл. А сейчас иди сюда, сейчас мы тебе порешаем на мелкие кусочки. Иди сюда. Вот так. Опа. Септайл. Септайл. Кого, кого сейчас, на кого точнее нам нужно устроить охоту? Как думаете? Как думаете? Я не знаю, честно. Вот последний раз мы устраивали охоту на Глэйгора, да? И мы его словили в предыдущей серии. То есть, мишен комплит, можно так сказать. Мы давным-давно уже хотели словить Дротини, но в этой версии это не так просто, как кажется. Это, если честно, даже немного тяжеловато. Это там ещё один Шайни был или у меня? Ещё один Шайни, мать твою. Ещё один Шайни. С Вайну бы, я понимаю, вы там любите Шайни быть, но лучше бы, я не знаю, лучше бы Дилиберт Шайни был. Или как минимум, хотя бы тот же Сил бы Шайни был, я бы нереально обрадовался, если бы Шайни Сил попался. Вы потом просто представьте, Шайни Ганг Донг. Нет, это не оскорбление было, это наша кличка следующего покемона, которого мы словим, это у нас будет Сил. Да, это его будет будущая кличка. Поэтому, ребята, не ну, иди ты в пень. Поэтому лучше бы действительно было, если бы он Шайни заспавился. А не в серии уже два раза подряд у нас спавится Шайни с Вайну. Чтоб такого ещё не было, чтобы одинаковый покемон в серии два раза подряд заспавил Шайни. Это вообще чё-то новенькое. Чё-то новенькое. Сил и пылесос. Бой в века прям. Конечно же, пылесос побеждает. Тут вообще речи не может идти. Пылесос это махина крутая. Ух, Лиф Шторм, Лиф Блейд. Давайте вот это, я не знаю, в принципе, мне кажется, сойдёт вот эта атака. Потому что там, конечно, попадания меньше. Но, мне кажется, урон там будет... Видите, там только пять ударов. Пять ударов... Хмм... Хмм... Пять ударов, мне кажется, даже смогут что-то порешать в том же гиме. Пять ударов. И если мы каждый раз попадём, если каждый раз мы будем попадать вот этим ударом, то... Ху-ху-ху-ху! Он там вообще неплохо затащит даже. Хотя он вот этим даже, вот этой атакой неплохо тащит. Но Мисти это Мисти, да, ребята. Осталось три уровня. В этой серии мы уже сто процентов её докачаем. Там до конца серии ещё полдня осталось. Поэтому, ребята, спешить нам может сказать некуда. Мы, конечно же, также попытаемся убить хотя бы Мисти. Но, сами знаете, не факт, что у нас это получится Потому что не факт, что это будет очень так просто Я понимаю, что у нас будут покемоны все сотого уровня Но у нее будут покемоны, я не знаю, 110-го, 120-го уровня, может Не знаю, ребята, честное слово Посмотрим Не будем наперед угадывать, загадывать И вообще думать, что и как у нас там получится с этой мести Или вообще у нас что-то там получится с мести, да Посмотрим Я там Эмполиошу видел где-то на заднем фоне Это он был? Или тут? Вот он Вот ты хотел от нас скрыться Нет, не скроешься Не скроешься Какой 37-й уровень Иногда они бывают 47-ми Сейчас он 37-й Хреновенько, хреновенько Три уровня Ребята, давайте рассказывать мне какую-то свою историю Пока я качаю Септайл Ему еще два уровня осталось Потому что я не знаю Я не знаю, чтобы вам рассказать, честное слово Вот кто не знает, татушку себе недавно сделал Кому интересно, кому нет В принципе, многие меня уже спрашивали Мол, эдисанты, что себе татушку Сделал татушку Да, сделал Это мой выбор был Я думал, честно, ребята Татушка, это не такое дело Как, например, во, вы подумали Ага, хочу татуировку Все, завтра иду делать Я ее начал хотеть где-то в 15 лет То есть, сейчас мне 20 Я с 15 лет мечтаю татуировки То есть, вот эти все 5 лет подряд Я все Еще один Шайни Мари Твою нафиг Я очень рад Но ты нам, к сожалению, нафиг не нужен Гуляй себе, пацан А вот Возвращаемся к той теме То, что Вот эти все 5 лет Я думал Делать мне ее или нет Я думал Что мне сделать Я думал Действительно ли это мне нужно Что будет со мной дальше, например Тогда, когда я вырасту И еще больше И вообще Нужно ли это мне И не пожалею ли я То, что я ее сделал Я думал это на протяжении 5 лет Я хотел сказать Да, все, я себе сделаю Потом у меня был такой переходняк Я забыл просто татуировки А у тех людей, которые забывают И потом про нее не вспоминают Значит, они ее так хотели Но я забывал Потом через месяц опять У меня такой период нахлынул То, что я опять ее очень сильно хочу Опять 3 месяца помечтал Опять на месяц забыл Переключился на что-то другое Потом опять мне в голову эта идея вернулась Я опять начал думать, думать Как я хочу Когда бы ее сделал Потом опять забыл И вот так 5 лет подряд Я забывал Но вспоминал все-таки потом И вот сейчас Когда я уже прям заходил Вот сейчас мне уже 100% она нужна Я больше ждать не собираюсь Вот сейчас я пойду ее сделаю Да, я 5 лет думал Я все-таки надумал И я уверен в том, что она мне нужна И все-таки действительно, ребята Так оно и есть Ну пока что я не жалею Когда я ее сделал Я ее сделал в прошлый понедельник И в принципе Пока что не жалею Не знаю, ребят Это долгий выбор был 5 лет все-таки я думал Делать не делать Это охренеть как много времени Поэтому люди, которые сейчас пишут Ух, я бы тоже хотел Вот скоро пойду я и себе ее сделаю Ребята, даже если у вас есть возможность Если у вас есть лишние деньги Чтобы ее сделать Если вообще что-то Вы можете хоть завтра пойти ее сделать Если у вас там знакомый мастер есть Лучше все-таки не надо На это действительно нужно время Чтобы проверить это временем Действительно ли это вам нужно Действительно ли это Пригодится вам, можно сказать Даже в жизни И вы об этом не пожалеете Я долго думал Все-таки я сделал Вот не знаю Будет ли видно Не будет ли видно Вот смотрите Может я к стене Вот Вот Не знаю, ребята Вряд ли это будет видно нормально Вот так Если вот так То есть у меня такой вот рукав Начиная сейчас Начиная Твою мать Это камера Дайте сюда Твою нафиг Офигеть Вот Вот Ребят Смотрите Начиная Отсюда И вот И вот Так То есть Вот такая Это еще Дайте я камеру Обратно поставлю Сейчас 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 О У меня там обезьянки Смотрите Висят А то есть О Вот так Даже нормально Видно А то есть Все-таки Я надумал Я ее сделал Но это еще не все Я хочу вот Отсюда Вот Начиная отсюда Вот Отсюда Вот тут все полностью забить Чтобы у меня было До сюда То есть Вот такой полностью Полностью Чтобы такой рукав Не знаю Ребят Я знаю То что Много Много людей Критикуют Татуировки Много В принципе Думают Ух Это бред Зачем человеку Вообще Делать Зачем Портить Своё тело Зачем Еще что-то Делать Потом Еще что-то Ребята Это Ваше мнение Сколько людей Столько и мнений Как говорится У каждого Другое мнение Если вам что-то Нравится Другому человеку Это может не то Что не нравится Он может это Просто-напросто Ненавидит У каждого Своё мнение Но В принципе В какой-то степени Вам не обязательно Лезть в жизнь Другого человека Если вы его Например Поддерживаете В том решении То человек вам Наоборот Будет очень сильно Благодарен Если вы его Критикуете И говорите То что Ты дебил Зачем ты это сделал К сожалению К сожалению Это ребята Не ваше дело И в принципе Лезть вам В жизнь Другого человека И сделать ему Советы Нету большого Смысла Да ребята Поэтому Я не знаю Честно Может Может Вы хотите Вот прям Знаете Такой возраст Когда вам 15-16 лет Вот начинается Вот эта вся хрень Что-то Хочешь Что-то Хочешь В себе Изменить Может что-то Пирсинг сделать В принципе Я себе Вот тоже Сделал В руки Но я Начал хотеть Это в 14-15 лет Я сделал Где-то В 18-19 То есть Мне тоже Время Понадобилось Чтобы это Все обдумать Что Действительно Это мне нужно Поэтому ребята Делайте Решение Вы Я не знаю Может Мне Может У меня Семья Такая Потому что Ну родители То есть Знаете Может у вас Строгие Например Может у тебя Чувак Строгие Родители Может ты Им даже Не то Что Хочешь Сказать Что я Вот я Хочу Пирсинг Завтра Мама Я иду И буду Делать Может ты Даже Боишься Им Это Боишься Им Это Предложить Потому что Они могут Сказать Ты че Дурак Какой Ты че Вообще С ума Сошел Что то В этом Роде Ух Босик Коробосик Поэтому Ребята Я не знаю У меня Такие Родители То что Я им Сказал Мама Папа Я хочу Вот это Они Сказали Круто Когда Идешь Делать И все Такое И потом Даже Со временем Когда я Вот это Все Забывал То есть Я сам Забывал Про то Что я Хотел И они Мне даже Напоминали То есть Ну Когда ты Идешь Вот так У меня Было Я не знаю Честно Ребята Может Потом Со временем Когда вы Там Школу Допустим Закончите Когда Уже У вас Будут Может Даже Свои Деньги То Вы Уже Будете Сами Решать Хотите Ли Это Не Хотите Ли Вы Это И даже В родителей Не будете Спрашивать Потому что Вы захотите Пойдете И купите И сделаете Себе Все Что вам Угодно Я не знаю Честно Ребята В принципе Только 20 минут То есть У нас Еще 40 минут Впереди Офигеть Нифигас То есть Первая Эволюция Была Такой Ярко Ярко Салатовый То есть Цвет Я не знаю Лайма Там Да Допустим Вторая Эволюция Уже Ярко Ярко Желтая То есть Что это Нафиг За трансформация Такая Офигеть Мне Первая Эволюция Офигеть Как нравилось То есть Он Обычный Такой Синенький А Вторая Эволюция А там Выпало Вообще Что-то Нет Ничего Не выпало С того Босса Вообще Какой-то Бракованный Босс Обычная Эволюция Вот этого Азумарила То есть Морил Синяя Так же Как и Сам Азумарил После Эволюции Ах Когда он Шайний Нифига Себе Ребята Он То Зеленый То Какой-то Я не знаю То какой-то Желтый Мне кажется Если бы У него Была Еще Одна Эволюция То есть У него Да Ребята У него Есть Еще Одна Эволюция Но К сожалению В моде Ее нет Ее не добавили Поэтому Ребята Мы к сожалению Не можем Больше прокачать Давайте Вылечим Вот так Я не знаю Может пойти На остров Нет Вот куда Я хочу Вот куда Я хочу Потому что Тут у нас Есть как раз Рядом Вот этот Лес Где могут Спавниться Пикачу Я там Вроде Пикачу Видел Меня опять Бомбит Я не знаю А то Меня в предыдущей Серии Прям колбасило Жутко Я видел Какие-то Видел Каких-то Инопланетянинов И еще Чего-то Я увидел Какой-то Блок земли А мне показалось Что это был Босс Я прям Реально Меня уже Колбасило По полной Программе Ух ты Ты зубастик Дебилоид Ладно Ух ты Вот Кого Кого Но Пузо Вот Какую Профессию Профессию Бесноракс Не выбрал Но шпионом Ему нельзя А то Он может И спрячется За деревом Но пузя Дурта Его будет Видно За километр Поэтому Самая Худшая Профессия Для тебя Сноракс Это Наверное Все-таки Шпион Да Шпион Без тебя Вообще Не получился Это 100% Вот Мы так Загорелись То Что Сейчас Опять Будет Ночь То Мы Не успели Только Пойти Я Вообще Я даже Не заметил Когда Ночь Была Когда Она Прекратилась И всякое Такое Офигеть Ладно Фух Кого мы тут Ищем Доротини Не Доротини Я Не знаю Честно Ребята Я уже Не знаю Будем Мы Его Вообще Ловить Я Ее Уже Долго Дотвою Долгое Время Пытаюсь Ловить Но Пока Что Безрезультатно Поэтому Я Не знаю Я Не знаю Кого Нам Словить Ребята Да Давайте Давайте Свои Предложения Вот Сейчас Когда Мне Нужны Ваши Советы А то Не Есть Умники Которые Десять Тысяч Раз Подряд Пишут Бол Эдитон Я тебе Уже 105 серию Подряд Прошу Слови Пожалуйста Глейгера А я ему 105 серию Подряд Отвечаю Твою Мать Чувак Я же Тебе Отвечаю Каждую Серию Если Я его Вижу Если У нас Получится Его Словить Значит Я его Словлю Но Как Ты Видишь На Этот Момент То Что Мы Пытаемся Словить Каждую Серию У нас Не Получается Нафиг Потому Что Глейгеры Нам Только Суицидники Попадаются Которые Сами Себя Убивают Можно Так Сказать Поэтому Как В тот Момент Когда Я Смогу Его Словить Я Специально Для Тебя Славлю Нет В Следующей Серии Опять Пишут Слови Пожалуйста Глейгера Вот Сейчас Умники Вылезайте Наружу Вылезайте Со своих Будок Со своих Убежищ Давайте Пишите Мне Предложение Кого Мне Словить Кого Мне Найти Потому Что У меня Сейчас Вообще В еде Никаких Нет Зубата У нас Уже Есть Вот Только Что Мы Мимо Него Пробегали Зубата У нас Уже Есть Херок Кросс Отсос Понос У нас Тоже Уже Есть И Я Не знаю Да Уйдет Из пути Нафиг У нас Уже Тоже Есть У него Нет Эволюции Поэтому Большого Смысла Его Ловить Вообще Не Было Я Не знаю Честно Ребята Кого Словить Я Бо Реально Имел Желание Словить Дратини Но Это Не Так То Просто Как Кажется Ладно Давайте Не Будем Терять Время О Мы Что Загорелись Вообще Раскудактались Как Не знаю Какие-то Бабы Базарные И Пойдем Дальше Потому что Ох Дивгонги Как раз Потому что Нам еще Нужно Прокачать Ему Как Минимум Два Уровня Только После Этого Если Мы Сможем Добыть Еще Один Глоустон Мы Уже Его Сможем Прокачать До Сотого Уровня И Ждите Ребята Как Я Сказал В конце С этой Серии Или Я Не знаю Когда У нас Получится Будет Все-таки Сражение С Мисти Да Ребята Давайте Пожрем Нужно К чертям Выкинуть Эту Нужно Выкинуть Эту Морковку Потому что Пока С нее Накушаешься Это С ума Можно Сойти Честное Слово Нужно Какой-то Стейк Взять Или Ту же Картошечку Которая Тоже Дофига Восстанавливает Голода Эта Морковка Нафиг Пока Ее Скушаешь Пока Она Чет Тебя Там Восстановит Я Не знаю Еще Один Раз Проголодаться Может Нужно Менять Ассортимент Брать Какой-то Другой Хабчик Сколько У тебя Жизни У тебя Только 209 Жизни Если Мы Эволюционируем Было Круто Если У тебя Жизни Дошли До 300 В принципе Был бы Такой Мини Танк Как Все Остальные Потому что Дайте Посмотрим Посмотрим В Почерис 260 Эмфероса 108 Потом Вот Самый Толстый Это у нас Ивангай Ребят Самый Толстый Самая Толстая Это у нас Тортера Посмотрим Сколько У Септайла Будет Но мне Кажется У него Не будет Больше Чем У той Тортеры Все Тортера Более Такая И грубей И на Вид И Можно Даже Если Так Немного Сообразить То В принципе Она Реально Больше Так Смахивает На Какого-то Мини Танка Чем Тоже Септайл Септайл Смахивает На Такого Шустренького Ассасина Можно Сказать Туда Сюда Пошел Убил Спрятался И Всякое Такое Поэтому На Танк Он Не Очень Так Смахивает Ох Дивгоши Пожалуйста Ребята Вот Я Вас Спрашивал В начале Серии Вы не устаете От Часовой Серии То есть Нужно ли Вам Это Потому что Это Охренение Я Не знаю Честно Ребята Серия Идет 26 Минут Я Уже Начинаю Чувствовать То что Это Уже Затянулось Да Ребята Он Уже 70 Уровень Ну Что Что Скажете Отправляемся В ад За Одним Глустоном Нафиг А у Нас Есть Выбор У Нас Есть Выбор Давайте Быстренько Отправимся А добудем Не забудем Добудем Не забудем Потому что Ну Не нужно Больше Вспоминать А как я помню В аду Вроде же Есть Монстр Я не знаю Вообще С какого Перепуга Разработчики Добавили Монстров В аду То есть В предыдущих Версиях Их Не было А вот Сейчас С какого То вообще Перепуга Они Появились Я не знаю Зачем Нафига Но это Бред Полный Так Ох Ох Куда бы нам Пойти Куда бы нам Пойти Нужно себе Зачарование Создать А то Видите То что Мы бегаем Вообще Уже Я не знаю Сколько там Серий 60 Серий Сезона А у нас Еще Даже Предметы Не зачарованы Хотя бы На минимум Как мне Лень Куда там Сбираться Залезать Это Офигеть Просто Честное Слово Ребята Ладно Давайте Один Два Голл Стона Добудем И просто Уже Свалим Отсюда Я уже Запарился 15 25 Мне кажется Хватит Лезем Добываем И уходим То есть Не нужно Этих Долгих Путешествий В аду Это скучно И Не всем Это нравится В том числе И мне Все Достали Достали Так Это можно Это можно А тут Можно скраффить Блоки То есть В смысле Они будут Тут работать Они не будут Тут таять Вот Вот Это все таки ЖА Да Было бы Логично Если бы Они таяли И всякое Такое То есть В воду Хотя В принципе Лед Сам по себе Можно сказать Не тает Да Лед Вот Лед Может Охренел А давайте Даже Проэкспериментируем Вряд ли Он будет Тут Может Возле Лавы Хоть Те таят Но Кажется Никто Это не продумал Видите Монстры Нафиг Тут Гуляют Ходят Бродят И кем Мы нафиг Кем Мы будем Сражаться С ним То есть Покемоны Вот Давайте Попробуем Ох Мы Сейчас Вам Ребята Прям Настучим Всему Чему Возможно Я не знаю Чего Разработчики Хотели Добиться Но Это Бред Какой-то Честное Слово То есть Покемоны Зачем Вот Что Самое Главное Ладно Вы Можете Сказать То Что Допустим Они Забыли Их Выключить То есть В следующих Версиях Они Их Выключат Может Они Действительно Забыли Выключить Спаун Монстров В аду Но В чем Прикол То что В предыдущих Версиях Не было Никаких Монстров В аду Монстры Вообще Не появлялись Они были Выключены Потому что Вы не можете Ни с кем Сражаться Это Пиксельмон Нафиг У вас Даже Меча В этом Сезоне Не должно Быть Это Крепость Это Бред А А Че Они Хотят А че Они Хотят Гейм Рул Кип Инвентари Мы Мирные Дайте Моего Дайте Моего Запихать Сражение Чуваки Я тренер Покемонов Меня не Бить Разработчики Пиксельмонам Не разрешили С вами Построжаться В бой По чересу В В Бой В Бой А Зачем же Тогда Тут Монстры В бой Давайте Сразитесь Со мной Сразитесь А я Думал Это Тренера Покемонов Потому что Другого Смысла Варианта Я не вижу Зачем же Все таки Разработчики Добавили Монстров В предыдущих Версиях Монстров Не было В этой В этой Версии Они Включили Монстров Не чтобы Нафиг Новые Текстурки Покемонов Сделать Не чтобы Новые Предметы Сделать Не чтобы Новых Покемонов Добавить Или тех же Мега Эволюций И Новые Эволюции Которых Вообще Еще в Моде Не существует Нет Нафиг Годзилла Годзилла Текстурки Именно 299 Закон Материнга Нихрена Себе Че ты тут Делаешь Возле Нашего Дома Он У нас Уже Есть Ребята Но Я Его Убивать Не буду Потому Что Маткиб Один С моих Ну Таких Любимых Покемонов Можно Сказать Поэтому Я Его Убивать Даже Не буду Это Святое И Как Мы Рассуждали Будет Ли У него 300 Жизни Или Не будет У него 299 Жизней Всяко По другому Но Не так Как Эдисон Сказал То есть Эдисон Сказал Что у него Будет 300 Жизней Нет 300 Жизней Нет 299 Охренеть Ладно Хары Удивляться Идем Мы Ребята На Сражение Да Ух Давайте Пройдемся Еще По Гейм Лидеров По Помощникам Гейм Лидера Да Попрощаемся С ним Вы Очень Хороший Человек Мы Вас Вздрючили По Настоящему Поэтому Иди Ты В пен Идем К Следующему Вообще Будем Адекватными Хуанито Вы Очень Приятный Человек Вы Уважаемый Мистер Хуянито Поэтому Мы Идем К Мистер Да Попрощались С нашими Помощниками Тренера Выключим Матик Шейдеры Чтобы Не лагали И Пойдем Мы Выкинули Уже Предметы Ребята Они Еще тут Валяются Лени Нет Они Уже Удалились Мы Выкинули Даже Многим Мне писали Эдисон Как ты Как ты Выкинул Предметы Как ты Сейчас Сразишься С Мистер Если ты Их уже Выкинул Ну Что Выкинул Выкинул То есть Я их Выкинул Все Я Выпустил Пропуск В гим Их Главное Выкинуть Где-то Тут В гим И они Засчитаются То есть Нету Ничего Такого Ох Твою Мать Я Я Забыл Выложить Покемона Хоть Дилибирды И Азумерил Ничего Не сделали Но Все же Все же Правило Есть правило Ладно Ну что Ребята Вы готовы У нас тут Уже даже Болельщик Есть Которому Походу Представление Не понравилось И он уходит Стоять Стоять А он Уже Походу Походу Уже Бабло За билеты Себе вернул Представление Ему Не понравилось Но даже Представление Еще не началось Ладно Ребята У нас есть В принципе Одна попытка Сегодня Если мы Все-таки Продуем То в этой серии Мы еще Сможем с ней Сразиться Потому что Следующее Сражение Будет доступно На следующий день А следующий день Будет Ну я не знаю Сколько там Сейчас времени Сколько там Сейчас времени В принципе Только что Утро было Поэтому еще Еще нужно Будет подождать Вместе Может мы договоримся Милашечка Ты наша Может Может В кафеш По бокальчику Шампанского Может Еще что-то Другое Дай мне просто Значок И все Гуляй То есть Мы тебе даже Обижать не будем Ты вот Всякая такая Гламурная Чикса Ребята Она Она не хочет С нами дружить Я не знаю Может ее Шлепнуть Разочек Подравилось? Я таки Понял Но даже После бурного Секса Она с нами Не согласится Все-таки Нужно С нее Сразиться Да Ладно Приступаем Мполиоша 120 уровень Против 100 уровня Почерис Хренакну Патрониум Хренакну Ух ты Нихрена себе Ну вот Это шара Просто Если бы Он не Зафартил Вот так Вот Нормально Если мы Гюардоса Норм Убили С одного Удара С вампер Ребята У нас остается Еще 3 на 2 То что у них С вампер Сейчас С вампер Там и Вот По сути Он Вода И трава Трава У нас Есть То есть Нет Он не трава Извиняюсь Ребята Что-то я напутал Он вода И земля А у нас Есть трава По идее Трава должна быть Хороша и против воды И против земли Ивангай 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 Нас не подвел Вот Кто-кто Но Ивангай Нас не подвел Ух ты Нафиг Это не очень Хорошо В принципе Урончик Там такой Про нам Проседает У нее Чуть меньше Чем половина Жизни Септайл Если ты не Затащишь Я тебя Я тебя Порублю На кусочки Септайл Наш тащер Септайл Прям Страница, прям страница Я даже окей не могу найти, где он Офигеть Мисти Мисти, ну чё, не хотела ты с нами на свидание Не, ну мы и так тебя вздрючили Лучше бы ты с нами согласилась Да, ребята, у нас есть новый Значок, это значок Водного гима Дайте я его даже в руку возьму, чтобы Похвастаться, вот прям Капельки Капельки накапали Капельки такие, что нам ещё выпало У нас есть 24 конфеты, то есть у нас Есть уже даже конфеты Небольшое количество на прокачку следующих Покемонов, следующий гим Это уже круто, что нам ещё Выпало, как я знаю, вот ультраболы Нам выпали, сколько там, 10 штук выпало Ещё что-то выпало, или я ошибаюсь Ещё что-то, монетки Вроде, вот, 10 серебряных 10 серебряных Монет И что самое главное, нам выпал Мастер Бул То есть, подведём итоги Нам перепало с мести Также нам выпали 10 серебряных монет Я не знаю, 10 или 15 конфет нам выпали Значок И Мастер Бул, который сам стоит 12 монет, то есть В сумме, можно сказать, нам выпали Сколько нам выпало? 22 монеты Офигеть! 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 В принципе, ребята, мы на этом будем уже Нет, не заканчивать серию А покидать вот этот гим Мы всё тут сделали, что было возможно И как видите, действительно ключевым элементом у нас был Септайл Ребята, спасибо тем Вот прям всем вам, своим подписчикам Кто сейчас смотрит, говорю спасибо Кто мне посоветовал Септайл Или, в принципе, кто вообще за меня болел Потому что Септайл, как я уже только что сказал Был ключевым элементом в этой В этой команде Мы, в принципе, даже вот так Всё по пунктикам расставили Кто на кого И, в принципе, наша тактика даже сработала В каком смысле тактика? На начале У неё шли два водных покемона Нам не было смысла ставить травяных против водных То есть, был смысл Да, конечно, урон там большой Но на третьем месте у неё был свампер Это, наверное, её был капитан Такой самый ключевой покемон И она на него, в принципе, можно сказать, даже рассчитывала Потому что, если бы мы убили её первых двух покемонов То мы, в принципе, должны были пожертвовать Или одним, или двумя своими покемонами Потому что вы видели то, что К третьему сражению у нас уже один покемон умер Или два практически покемона уже были мёртвы Поэтому мы сначала пустили в бой Электрических покемонов Чтобы они там всех наказали И после того, как они всех наказали У нас появлялся свампер Свампер их наказывал Потому что электрика, по сути, не пробивает землю И как только он их наказывал Тогда мы уже своё секретное оружие выпускали Мы выпустили тортеру, которая нагнула Свампер-то И потом у неё ещё осталась Кингдра Кингдра нагнула нашу тортеру Но тортера ещё сумела ей снести Так можно сказать, 55-60% её жизни Поэтому даже и тортера Спасибо тебе, Ивангай Ты прям красавчик Тортера ещё даже смогла что-то сделать И потом ключевым моментом у нас стал Септайл, который прям дофигачил Кингдру с одного удара Поэтому, ребята, наш поход в гим удался Мы уже завершили два гима Как только мы пройдём гиму Я не знаю Будет зависеть от вас Или мы закончим сезон Ну, помимо того, что нам нужно словить Какой-то там определённый лист варшани покемонов Легенд и обычных покемонов И после того, как мы хотя бы попытаемся найти все гимы Когда у нас будут все значки Что мы дальше будем делать Зависит от вас Может... Может мы закончим сразу же сезон А может мы пойдём в лигу там чемпионов В смысле, лигу покемонов Да, в прям самый большой там чемпионат мира, наверное Где будут встречаться все тренеры И мы сейчас, ребята, пробиваем себе путь Путь к чемпионату Два 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 значочка у нас уже есть Да, ребят Афиги, афиги Мы возвращаемся уже домой Знаете то, что нам всё-таки может стену сделать дома какую-то Как думаете? В смысле, стену с нашими призами То есть с нашими... Как я уже давным-давно хотел сделать С наградами, с трофеями, да Которые мы получили То есть с теми же значками Я бы где-то их сделал, но я, если честно, пока что не знаю где Может сначала дома где-то их повесить Пока у нас нету какого-то места А потом уже где-то в другом месте Потому что я не знаю Ну тут где-то на улице вряд ли это нужно делать Тут не очень это всё красиво будет смотреться Может реально сейчас дома сделать? Давайте сначала посмотрим, что нам тут всё-таки выпало Наловили ли мы что-то вообще или нет Вряд ли мы что-то... Мэджикарп, иди ты в пеня Вряд ли мы что-то наловили Вот это выкинем, вот это выкинем Быстро, а то ещё нафиг Вот так Опа Всё И обратно Вот так Вот так Вот так Вот так Вроде всё, больше ничего нету Вроде больше ничего Опять Вот так Вот так Вот так Вот так Что нам там выпало? Какая-то фигня опять? Да Да Бирк Офигеть Всякая фигня выпадает Но ничего полезного Это просто офигеть Ух Ух Я опять нафиг Голустон продаю Не нужно нам Голустон продавать Лучше мы его сэкономим Да Так Сколько нам сейчас ещё Сколько нам вообще сейчас перепадёт ещё Монеточек Мне кажется нормально Стак уже есть Да То есть можно сказать У нас будет полтора стака Нормально Нормально То есть Неплохо У нас есть сейчас мастер бол Мы даже можем устроить охоту На какого-то легендарного покемона Сейчас мне кажется Можно будет сделать мью Не сделать А словить Почему? Потому что Если у нас будет мью То Мы с неё сможем клонировать мьюту Да Да ребята И в принципе Ну Если конечно это получится Потому что вы знаете То что там нужно Какой-то Ключевой элемент ввести То есть там нужно То чтобы Как это сказать Ну чтобы у тебя Совпало ДНК Да То чтобы оно успешно Перешло с мью В мьюту Потому что там нужно Ввести какой-то специальный код То есть Вам нужно вставить Три блока Один железный Один алмазный И один Золотой Да В какой-то определённой Последовательности Если они успешно Будут установлены То вы успешно Сможете клонировать Мью в мьюту А если вы что-то Лоханётесь То Вы клонируете Дитту И вы прокакаете Все свои ресурсы И в принципе Мьюту у вас не получится А получится Дитту Это там покебол Или это там Покебол Который Весь сезон Стоит возле нашего дома Я его не замечаю Я его не замечаю Я устрою Ребята Ад Для пессимистов Я его не возьму Троллинг Я его не возьму Пускай он себе Дальше там Лежит Все А вдруг Там мастер болбы А Или экспешер Или лакетч А вот сейчас Гадахи Потому что Я его брать не буду Да Ребят Вот такой я подлый Я его брать не буду Знаете что я вспомнил Да ты пахнись тебе уже наверх Вспомнил 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 Это Это То что у нас там есть еще Шайни покемон Ой какой же шоку Шайни покемон Окаменелый покемон Че там за хрень была Мне какой-то писюн Вот тут Показался Непрогруженная гора Хрена себе Че за член С балкона у меня видит Не знаю Ладно А у нас есть Окаменелый покемон Интересно Где он Наверное Пробухал его Ребята Или проиграл В карты Хрен не знаю Не помню Честно Может он тут Да он тут валяет Значит все таки Не пропил Значит все таки Он у нас Остался А то возможно Все Возможно я его Где-то Потерял Так Сейчас Это сюда Ну А твою мать Должна почистить Сначала А не будем мы тратить Вот эти болы Зачем Если Фосил покемон Можно сказать О давайте Вот это возьмем Если фосил покемон Можно сказать Ловится в любой болт То есть Не важно В какой болт Вы его запихнете Поэтому Как-то нету смысла Тратить на него Тот же Да в принципе Один квикбол Ничего не порешает Но все же Пускай лучше у нас будет Чем мы будем Сто процентом шансом Ловить его в квикбол Допустим Словим в тот болт Который мы никогда Никого не будем ловить В тот же Нестболт допустим Я его не использую Поэтому Разнообразие будет Вот такое у нас Это сюда Кто у нас Анори А кто у нас был Первым покемоном Ребята А ну быстренько Вспоминайте Кто у нас был Первым Фосил покемоном Хоть убейте Я не помню Хоть убейте Я не помню Крани Рампардос Рампардос Сойдет Пускай будет Пускай будет Почему бы и нет То есть Мы вообще Попытаемся К концу сезона Найти всех Фосил покемонов И всех их Сделать себе И чтобы у нас было В коллекции В принципе Мы можем пойти Еще поискать В том же Океане Потому что Если вы знаете То там Очень большое количество Фосилов Спавится на дне океана В принципе Мы также сможем Себе взять Суйкуна Чтобы плавать Под водой И искать Ну Вот эти сами Но Нам бы шлемочок Какой-то Зачарить Потому что Нужно бы Вот реально Нужно бы Слушайте Можно создать Стол Зачарования Или можно пойти Читерским Читерским Каким Читерским Хм Какой Читерный Способ Вы спросите Хм А вот такое Мне понадобилась Секунда Для того Чтобы наколдовать Себе Необычный Такой Шлемочок На На Который Зачарован На дыхание Под водой На Тысячу Мать Вашу Тысячу Хм Может даже Кто-то не знал Что так можно Сделать В Майнкрафте И сколько Мы сможем Дышать Под водой Бесконечность Да Шлемочок На Аква Или как Нам Респирейшн То есть Дыхание Под водой На Тысячу Мы походу Тут можем Дышать Под водой Несколько Часов То есть Все Нам Нам воздух Не нужен Нам Воздух Не нужен Но Это реально Читерный Способ Я Не буду Его использовать Я просто Хотел вам Показать Что даже Так Можно Сделать Это Присп Отличный Отличное Зачарование Отличное Применение Если допустим Добавить Такие шмоточки В магазин То есть Дайте я даже Гемот включу Чтобы просто Вам показать Тут есть Крутые Вещички Где вот Эти все Шмоточки Команды Вот ребята Тут есть Шмоточки Команды Покемонов Магма Да Есть Рокет Тим Есть Многие Другие Плазма Аква То есть Различные Команды Если мы Допустим Будем Чарить Вот Аква Хелмет Если мы Возьмем Зачарим Этот шлем На Дыхание Под водой Как раз Будет Связь То что Это Аква Хелмет И он Дает нам Большую Возможность Чтобы мы Дышали Под водой Искали Покемонов Вообще Находились В подводном Царстве И не парились То что мы Сможем Задохнуться От нехватки Воздуха То есть Можно даже Вот такой Специальный Магазин Создать Мне кажется Это реально Будет Даже крутая Идея Но на это Как обычно Мне нужно Ваше Разрешение Потому что Вы знаете Я не буду Это использовать Потому что Это читерно Но все таки Я удаляю Зачарование Тысячу Да ребят Афиги Афиги Тысячу Тысячу А как Это он сделал А как В принципе Я не говорю Что это тяжело Многие наверное Это знают Но Кто не знал То да ребят Может даже Вот так В Майнкрафте Все сделать Если в принципе Кто не знал Я могу вам подробно Рассказать В следующей серии Там ничего такого Сложного нет Вы можете себе даже Меч Чарить На Две тысячи шарпница Или на миллион шарпница И можете убить Там Я не знаю Только посмотреть Нафиг на херабрина А? А? Что там есть против? У меня миллион на У меня меч На миллион шарпница Хочешь подойти Хочешь сразиться Даже херабрит Вам нафиг Ноги поцелую Ну А не то что Кто-то другой Зачем Вот Зачем Я может сюда пришел Вот так Хачик нужен А то у нас Вот твою мать Я забыл удалить Вот это А то многие Сейчас как-то Эдисан читер Оставил себе Да твою мать Твою Вот так Выкинуть А то Эдисан читер Там Эдисан читер Уже многие Хотели там писать Ой Я кстати Анорито забыл взять Вот так Анорито Твою Да ты че Пьяный Бул Вот так Круто Круто Ребята Мы же можем Этих всех Покемонов Выкладывать У нас же У нас же Патчрису У нас же Эмфорос У нас же Ивангай Мать его У нас же Септай Уже прокачанный На сотый уровень Они нам уже Пригодились в бою Но больше Они нам не нужны Мы их уже Можем нафиг Выкидывать Что мы будем Сейчас делать Ребята Я предоставлю Выбор вам То есть Каких Следующих Покемонов Вы хотите Видеть В нашей Следующей Команде То есть Этих Всех Мы можем Выкидывать Ну в смысле Выкидывать Выкладывать Допустим Я не знаю Сначала Выложим сюда Потому что Они нам По сути Не так то И нужны Возьмем Лакетч А то Наглый Септай Хотел его Себе забрать Вот А я не могу Выложить Дебил Ну я Себе В смысле Как будто Самокритика Нафиг Хундун Ахуй думан Наверное Возьмем Капитаном Следующей Команды Мы В принципе Будем Прокачивать Ну ребята Я Предоставляю Выбор Посмотрите Внимательно Покемонов Которые У нас Есть Вот смотрите Даже Специально Для вас Я сейчас Сделаю Вот так Я Всех Прокачанных Покемонов Перекладу В первую Вот сюда Ячейку Чтобы Я Вам Смог Показать Чтобы Я Вам Мог Предоставить Выбор В смысле Чтобы Вы Имели Возможность Выбрать Покемонов Которых Вы хотите Чтобы Я Взял Прокачивать Следующую Команду Потому что Сейчас Ребята Начиная Вот с этого Момента С этой Серии Мы Начинаем Делать Новую Команду А Кого Выбрать Я Пока Что Не имею Представления Вот Вроде С Этой С Этой С Этого Бокса Мы Всех Выложили Со Второго Бокса Вот так Давайте Со Второго Бокса Вот Сюда Псайдака Давайте Со Второго Бокса Зубата Кто У нас Еще Тут Есть Севайпер Тропиус Септайл Еще Давайте Сюда Пупок Пупок Ага 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 Ну Вроде Во втором Боксе У нас Уже Никого Нету Ну Ну Лукарио Лукарио У нас Уже Был Но Докачать Его Никогда Не Поздно Вот Первый Бокс Первый Бокс Ребята Легенда У нас Легенды Где у нас Легенды Вот сюда Селби Вот сюда То есть Вот у нас Легенды В первой Ячейке Тут у нас Будут Прокаченные Покемоны Допустим По Черису Вот сюда Давайте Вот сюда Давайте Угу 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 Ну Пускай Будет Пока что Вот так То есть Выбор Ребята Предоставляется Вам Выбор Кого вы Хотите Чтобы Мы Взяли Потому Что у нас Выбор Сейчас Все Таки Есть То есть Мы Можем Выбрать Можем Выбрать Кого Мы Можем Выбрать Вайлмера Тайфлоушен Есть Но В принципе Можно Даже До Сот Во Уровня Прокачать Потому Что Если Нам Все Таки Повезет Нам Нам Будут Встречаться Гимны Где Потребуются Огненные Покемоны То есть Если Взять Тот же Травяной Гимн Там Только Огненные Покемоны Там Нет Смысла Брать Каких Других Покемонов Тех Боевых И Не знаю Травяных И Каких Других Только Огненные Поэтому Ребята Поэтому Все Таки Огненные Нам Еще Пригодятся А С Огненных У нас Даже До Все Таки Найдем Травяной Гимн Допустим Ларвест Вулкарон Можно Будет Взять Там Конечно У нас Есть Нумер То есть Камерап У нас Есть Панита То есть Рапидаж Магмар Магмуртар Но я Не скажу Что Они Прям Охрененные Покемоны Для того Чтобы Ити В Гимн Нам Проще Пойти Словить Того Чармандера Чаризарда Которого Меня Давным Давно Просили И пойти И сразиться Еще Кого-то Там Тепиг У нас Есть Вот Он Вот Он Кстати Поэтому Эмбуар Будет Офигенной Даже Заменой Кого-то Другого Посмотрим Это Что Еще Одна А Снайви Я Я Я Я Я Забыл То Что Мы Словили Снайви И Потом Сновили Трико Хуй Дум Хуй Дум Возвращение Хуй Дум Часть Вторая Смотрите В кинотеатрах Без Родителей Так Ладно Что Я Хотел Тупая Башка Опять Забыла Я Не Помню Вспоминайте Вспоминайте Ну То То Есть Кто Там Суицидник Дайте Я Тебе Помогу Нафиг Ох Вать Вать Вашу Вать Вашу Не Знаю Что Я Хотел Сказать Вать Вашу Суй Ах Ты Паскуда Ты Гнила Ух Ты Ж Мудать Ух Ты Ж Ты Нахуй Дума Покушение Это Покушение На убийство Это Ты Сейчас Прям В Карцер Засажу Нафиг Если Были Были Еще Нормальные Атаки В Этого Дума А то Вообще Какие Нулевые Ребята Перед Тем В принципе Как Переходить Каким Другим Темам Или Заканчивать Серию Сколько Там Уже Идет То Давайте Все Таки Сейчас Решим Ребята Небольшой Опрос Все Зависит От Твоего Голоса Вот Ты Сейчас Ты 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 Если Ты Проголосуешь Что Может Даже Я возьму Покемона Которого Ты Мне Посоветуешь То Нам Нужно 5 Покемонов Потому Что Хуй Дума Я Уже Сам Взял Он У Нас Будет В Команде Нам Нужно 5 Покемонов Которые Войдут В Нашу Команду Не Для Гима Просто Для Кача То Когда Мы Находим Гим Все Наши Дела Откладываются Мы Занимаемся Только Гимом И Мы Качаем Тех Покемонов Которых Мы Будем Использовать В Гиме Поэтому В То В Время Как Мы Качаем Покемонов Для Гима Нет Смысла Меня Просить Эдисан Прокачай Того Прокачай Того Возьми В Команду Того Потому Что Нет Смысла Мы Качаем Покемонов Для Гима Сейчас Когда Мы Прошли Этот Гим А Следующий Мы Пока Что Еще Не Гим И Какой Гим То Может Мы Сейчас Обернемся Тут Будет Травяной Гим А Может Мы Сейчас Пойдем В Пустыню И Там Будет Дарк Гим Потому Что В Пустыне Много Покемонов Которые Имеют Дарк Тип Тот Же Сэндайл Посмотрим Ребята Поэтому 5 Покемонов Мне Нужен Ваш Топ 5 Покемонов В Майнкрафте Нужно И Так Сказать Напишите В Комментарии Кого Вы Хотите Чтоб Мы Взяли Кроме Легенд Потому Что Нет Смысла Качать Легенд Легенд Это Круто Но 70 Зачем И Дальше Качать Может Зангуза И Сайтера Не Трог Потому Что Они Так Войдут В Нашу Команду Только В Следующие Команды Я Сам Выбираю Капитанов Для Команд Ну Вы Можете Написать 5 Дополнительных Покемонов Там У нас Есть Магмары Там У нас Есть Многие Другие Покемоны Вы Также Можете Своё Предложение Написать В комментарии Кого Мы Ещё Можем Словить Может Мне Кто Сейчас Посоветовать Глэйгора Взять Может Ещё Кого Ребята Зависит Только От Вас Как Я Уже Много Рас Сказал Да В принципе Сейчас Кого Ну Да Давайте Пойдёмте Поспим Я Хотел Ещё В принципе Зачаровальную Сделать Но Я Не Знаю Честно Я Не Знаю Я Не Знаю Я Не Знаю Обсидиан Может У нас Есть Чё Там Ещё Нужно Я Уж Забыл Если Честно Я Уж Забыл Нафиг Вообще Как Всё Делается Может Башка Сонная Обсидиан Алмазики Чё Там Ещё Нужно Твою Травички Какая Травичка Какая Травичка Нахрена Эдисан Ты Вообще Сумасшедший Бумага Походу Я Забыл Я Забыл Как-то Вот так Потом Вот так Навер Книжка Какая В жопу Бумага Ах Ты Твою Склерозник А Как Полки Делаются Так Охренеть Ребята Я уже Ничего Не Помню В смысле Не полки А как Книжка У нас там есть Книжка Зачем мы будем делать Я просто Думаю об одном А делаю в тот же момент Что-то другое И поэтому у меня мысли Просто-напросто Перепутываются И я забываю Что я вообще хочу сделать Зачем мы будем делать Книжку Это я книжные полки Хотел сделать Зачем мы будем Делать книжку Если у нас есть Практически Стак Это бред Какой-то Так Вот так Замечательно И прям Шикардос Шикардос Вот сейчас Да Сейчас мы можем Наколамутить себе И книжные полки И все остальное Ой, твою нафиг Вот так И вот так И вот так И вот так И вот так Вот Замечательно Десять Ну в принципе Нам конечно Намного больше нужно Конечно намного больше нужно Здрасте Я Паскуда Я поздоровался А ты на меня Свой палец поднимаешь Охренеть Я ему Здрасте Сказал Он на меня нападает Ну че нахрен За беспредел Наглые такие Что с ума Можешь сойти Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять И ставим вот сюда Круто Да Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Десять Десять Двенадцать Нижних полок Нам еще нужно Наворуем Свистнем А че делать Пойдем В какую-то Деревню Напоим Жителей Отравим Даже Че уж Так И стыбзим Все книжные полки Которые только Найдем По поводу По поводу По поводу По поводу По поводу Шлемачечка Нам же Нужно будет Сделать себе Зачарование На дыхание Под водой Мы это Сделаем И пойдем Искать Новых Фосил Покемонов Только Ни одного Ни двух А попробуем Уже найти Как можно Больше Да ребята В принципе Реально Давайте уже Наверное Будем Заканчивать Серия Уже Час Длится Я уже Прям Засыпаю Вот я Третий раз В этой серии Спрашиваю Ребята Вам это нужно Часовые серии Вы не видите Как я устаю За часовые серии У меня потом Уже в конце серии Мысли Все путаются У меня Это охренеть Уже просто Я прям Наркоман Какой-то Стою Вам это нужно Ребята Вам нравится Мучить Едисона Ну подумайте Будьте Человеками Нафиг Ну подумайте Часовые серии Ребята Зачем 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 Не нужно Но все же Если вы хотите Меня дальше мучить Если вы такие Сволочи Что позволите Мучиться Эдисону Чтобы я Опять записал Новую часовую серию Вы знаете Что делать Ребята Я уже говорил На начале Видео То что Если мы Наберем 1200 лайков На вот этой Часовой серии Завтра Выйдет Новое видео Пиксельмона Утром То есть Еще один Пиксельмон И он Также Будет длиться Один час Пожалуйста Не нужно Не мучайте Меня Часовое видео Это Охренеть Просто Вот Сейчас Сам собой Разговаривать Ну В смысле С вами Но как бы В комнате Да И Стримы Это Одно Вече Но К стриму У меня К сожалению Нет не тянет Но это Охренеть Ребята Не мучайте Меня Пожалуйста Пожалуйста Не нужно Не нужно Часовую серию Но Если все Таким Если все Таким Лайки Мы наберем То я Просто Буду Не в силе Вам отказать Потому что Я вам пообещал Поэтому Ребята Это Зависит От вас Наберем 1200 лайков Завтра Выйдет Следующая Серия Пиксельмона Которая Будет Длиться Также Один Час Где Одисон Наверное Просто Умрет На Камеру Потому что Не нужно Ребята Пожалуйста Не нужно Все Пощадите Меня Я не Хочу Еще На Часовую Серию Пощадите Меня Пожалуйста Ребята Ну Давайте Уже Будем Заканчивать Также Не забываем Подписываться На мой Канал Это Как Всегда Было Самое Главное Я Вот Искренне Рад Каждому Новому Подписчику Который Вступит В нашу Дружную Семью Вы Себе Просто Не Представляете Как Для меня Подписчики Важны Я Действительно Их Люблю Уважаю Именно Тех Кто Относится Ко Мне Так же Как И я К ним То Если Я Говорю То Что Я Это Не Очень Но Все Если Ты Хочешь Стать Моим Другом Ты Еще Не Подписан И Если Ты Здесь Новенький То Запросто Можешь Вступить В нашу Большую Дружную Семью Подписчиков Только Нажав Одну Кнопочку Подписаться И Я Буду Рад Тебя Приветствовать В нашем Кругу Да Ребята А И В принципе Ты Так же Со Мной Можешь Пообщаться Все Что Нужно Это Оставить Свой Комментарий Под Этим Видео Я Отличаю Каждому Подписчику Если У тебя Есть Какой Вопрос Пожелание Совет Или Еще Что То Просто Напиши Его В Комментарии Задай Какой Вопрос Я Обязательно Прочитаю Потому Что Я Читаю Каждый Комментарий Не Каждый Ютубер Может Этим Похвастаться Многие Ютуберы Которые Имеют Намного Больше Подписчиков Уже Настолько Забили На всех Что Им просто Пофиг И накакать На своих Подписчиков Но все же Видите Я с вами Ребята Общаюсь И на камеру Я не Я не Разговариваю Сам С собой Я Не Не знаю Я Я не просто Говорю Чтобы Говорить Я Я с вами Общаюсь От начала Серии На протяжении Всего Часа И до конца Серии Я только С вами Общаюсь То есть Вы видите Ребята Прямое Общение Хоть и Не через Стрим Но через Серии Поэтому Если хочешь Стать моим Другом Просто Подпишись На этом Мы будем Заканчивать Ребята Говорю Всем спасибо За просмотр Не забываем О топе 5 Ваших Покемонов Всем Удачи Всем Пока